Лето это идеальное время для вкусных творожных десертов с ягодами и фруктами. Вы уже очень давно просите меня показать, как я готовлю известные творожные сыры Филадельфия и Маскарпоне для десертов в домашних условиях. Эти варианты домашних сливочных сыров готовятся проще простого и дадут вам замечательную возможность сэкономить, так как дома сделать такие сыры гораздо дешевле. В конце видео я покажу вам примерный расчет и пропорции для приготовления. Всем привет! С вами как всегда Юля и вы смотрите канал SimpleFood. Ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не потерять эти рецепты. Сливочный сыр Филадельфия замечателен и сам по себе, и тем, что на его основе готовят десерты, закуски, роллы и суши. Один только чизкейк, чего стоит. Или, например, булочки Синнабон. Кстати, эти неимоверно вкусные булочки есть у меня на канале. Рецепт очень простой, готовится все быстро и несложно. Рекомендую посмотреть. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Все компоненты, которые входят в состав домашнего сливочного сыра, вполне доступны. Итак, для сыра Филадельфия нам понадобится натуральный йогурт, сметана, лимонный сок и соль. Вот и все. Здесь не будет лишним отметить, что чем выше жирность используемого натурального йогурта и сметаны, тем больше получится готового продукта. Для начала выдавим лимонный сок. Для этого лимон разрезаем на две половины. И с помощью вот такого незатейливого инструмента выдавливаем сок. Это очень удобно. Теперь в емкости смешиваем сметану и йогурт. Добавляем соль и лимонный сок. Все хорошо перемешиваем. Берем глубокую емкость или кастрюлю, ставим сверху сито или дуршлаг. Марлей в несколько слоев или чистым льняным полотенцем в два слоя застилаем дуршлаг. Стойко установленный на кастрюлю или миску. Перекладываем всю массу в марлю. Аккуратно накрываем массу марли и сверху укладываем груз. У меня тарелка и банка с водой. Процесс приготовления сыра Филадельфия уже начался. Визуально это становится заметно по сыворотке, которая начинает стекать на дно миски. Отправляем всю конструкцию в холодильник не меньше чем на 12 часов. А через 12 часов снимаем гнет, отделяем блюдце. Разворачиваем ткань. И видим замечательное зрелище. Готовый сливочный сыр Филадельфия. Посмотрите, какая нежная структура у нас получилась. Сыр Филадельфия полностью готов к употреблению. И можно приступать к приготовлению изысканных десертов и кремов. А теперь давайте приготовим сыр маскарпоне. У этого сыра более нежный сливочный вкус, без кислинки. Поэтому именно этот сыр я чаще всего использую в десертах. Приготовить настоящие маскарпоне в домашних условиях настолько просто, что с этим справятся даже ваши дети. Нам понадобятся жирные сливки от 25% и лимонный сок. Сливки выливаем в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Постоянно помешивая, нагреваем до температуры 75-80 градусов. Главное не допустить кипения. Если градусника нет, тогда внимательно наблюдайте. Как только будет появляться мелкая пенка, сразу снимайте с огня. В горячие сливки выливаем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Сливки сворачиваются и загустевают. Выливаем сливочную массу в марлю, расположенную в дуршлаге. Сверху ставим любой гнет и убираем в холодильник примерно на 10 часов. Вам может понадобиться меньше времени, если вы хотите получить маскарпоне средней консистенции. Как только вы получите нужную консистенцию, доставайте сыр из холодильника. В этот раз я готовила маскарпоне довольно-таки плотной консистенции. Посмотрите, какой структуры получился сыр. Он идеально подходит для кремов и десертов. Кстати, именно с этими двумя видами сыра я приготовила очень вкусный клубничный чизкейк без выпечки. И уже очень скоро поделюсь с вами этим рецептом. Если вам понравились рецепты и видео было интересным, обязательно ставьте лайк. Мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться, если вы еще не со мной. Обязательно напишите мне в комментариях, любите ли вы десерты с творожным сыром. И как вам мой вариант приготовления сыра маскарпоне и Филадельфии. Жду ваши фото-отзывы в инстаграм. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok